Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. В предыдущем видео я вам рассказала и показала, как рисовать технические эскизы от руки при помощи линейчек лекала, которые создают вам основу, шаблон, на котором вы рисуете. Сегодня я вам хочу показать, как создать точно такой же эскиз в Adobe Illustrator. Я не буду углубляться в особенности программы, я просто покажу, как это делается технологически. Моей целью является показать вам два способа, ручной и компьютерный, для того, чтобы вы смогли оценить, как это делается руками, как это делается на компьютере, посмотреть на результаты и выбрать то, что для вас более оптимально. И тот, и тот метод рабочий, просто они служат немножко разным целям. Выбирайте то, что для вас ближе. Что я сделала? У меня есть готовый шаблон для технических рисунок. Я его открыла в Adobe Illustrator, заблокировала слой и сейчас на нем буду рисовать мою футболочку. Здесь будет действовать немножко другой принцип, чем в ручном рисунке. Я буду рисовать половинку и после того, как я ее отрисую, я сделаю зеркальное отражение и получу готовую вторую половину. Я отрисую половинку изделия, после этого сделаю копирование, зеркальное отражение и соберу цельное изделие. То есть принцип, он немножечко отличается. Болваночка у меня точно такая же, как можно нарисовать при помощи фигуры манекена. Это моя отработанная уже болванка. И то, что я очень люблю в Adobe Illustrator, это то, что вы можете максимально приблизить какой-то фрагмент и с ним работать. Потому что при рисунке от руки вы либо наклоняетесь, либо нужны очки, если какое-то слабое зрение. В Adobe Illustrator это можно избежать, можно приблизиться в эту точку, с которой вы работаете и проработать все-все-все минимальные детали. Давайте начнем. Начинать я буду с полочки, рисовать буду инструментом перо. Сразу убираю цвет заливки и рисовать буду контрастным цветом. Я всегда так делаю, для того, чтобы я видела, как будет выглядеть эскиз. У нас там была горловина. Футболочка у нас прилегающего силуэта. Она сделана из риба. Большой плюс данного шаблона в том, что он выполнен. И вот есть центральная линия. То есть вы сразу можете смело рисовать и по центральной линии все выравнивать. В рисунке при помощи линейки лекала, манекена, там тоже есть центральная линия. Вы можете ее дополнительно нарисовать. Как бы это ваше право. По времени. Скорее всего, сейчас оно будет либо равно, либо же оно будет чуть-чуть длиннее в Adobe Illustrator. При создании первого эскиза. Ну, плюс еще я объясняю. То есть если бы я это просто делала, я бы сделала это намного быстрее. Но в дальнейшей работе я покажу, как делать моделирование, как прокрашивать цвета. Adobe Illustrator у нас будет лидировать во временном моменте. Ну и по многим другим параметрам. Так, я нарисовала полочку. Теперь я буду рисовать рукавчик. Видите, как удобно, когда есть шаблон. Я точно знаю и понимаю, где должны будут быть мои линии. Чтобы они правильно легли. Обратите, пожалуйста, внимание. Я рисую объектами. Это не линии. Это вот проблема многих начинающих. Смотрите, это один объект. Вот он. Вот это второй объект. Вот. Я специально рисую отдельными объектами. Сейчас я дополнительно нарисую бейку по горловине. И приступлю к созданию отстрочек. В рисунке от руки этого принципа нет. Он немножечко отличается. К нему нужно привыкнуть. Потому что нужно нарисовать объекты. И после этого с ними работать. И потом уже делать линиями. Кому интересно, пожалуйста, приходите. У меня есть марафон по созданию женской базы. Я там показываю разные принципы создания эскизов. Вы можете все попробовать. И оценить именно тот способ, который подходит вам. Вот смотрите, у меня получилось. Соответственно, базовый стан. Рукав. И горловинка. Горловину я думаю, что можно чуть-чуть сделать пошире. Если мне будет нужно, я могу нарисовать это вот в пропорциях, в миллиметрах. Как угодно. Сейчас я рисую на глаз. Потому что, ну, в данном случае это не требуется. Так. Вот у меня получилась половинка. Я ее нарисовала. После этого я ее... Сейчас уберу цвет. И что я делаю? Есть такой хитрый инструмент. Называется зеркальное отражение. Я беру, ставлю центральную линию. И опа! У меня все получилось. Теперь я объединяю между собой. И вот смотрите, моя футболочка. Мне нужно поправить немножко горловинку. Потому что вот здесь получилась точка стыка. Она не очень красиво смотрится в данном случае. Но это сделать достаточно быстро. Так. Остались отстрочки. Я рассказывала и показывала это в первом видео, которое посвящено рисунку от руки. Я рисовала это по футболке. По низу рукава у нас с вами идет отстрочка. Имитирующий распашив. И снаружи она выходит как две строчки. Будет она у нас пунктирной линией. Сейчас мы ее сделаем чуть потоньше. Вот таким образом. Второй рукав я прорисовываю точно так же не буду. Здесь важна логика рисунка и определенная лень. То есть вместо того, чтобы это рисовать, я просто отзеркаливаю. Таким образом получаю абсолютно симметричный эскиз. Теперь по низу изделия рисуем от строчки. В чем мне нравится программа, она сразу делает правильный пунктир. Мне не нужно его выравнивать или стараться ручкой сделать очень аккуратно. Особенно сейчас это будет по горловине принципиально. Потому что по горловине аккуратно по форме сделать достаточно сложно. Здесь у нас будет строчка. Вот таким образом. Теперь переводим контур в черный цвет. Черный цвет. И получили эскиз. Далее рисуем спинку. Еще одна прелесть адапа иллюстратора. Я просто дублирую то, что у меня уже есть. И в данном случае на спинке мне нужно изменить только горловину. Ну, соответственно, сказано. Сделано. Вот таким образом. Еще один маленький секрет рисунка в векторе. Старайтесь сделать как можно меньше точек. Тогда линия будет более плавная и упругая. Все, мой эскиз готов. Как видите, достаточно быстро, просто, четко и качественно выполнено изображение. Здесь уже дальше можно прорабатывать другие детали. Можно прорисовать то, что как будто бы там нету манекена. И она плоская. Наложить, что здесь просвечивает. Ну, то есть это уже именно детали подачи вашего эскиза. Можно приписать, как я рисовала на моем эскизе от руки. Например, стрелочки проставить. Я могу написать и сказать, что здесь у меня будут стрелки. Указывающие на толщину линии. И могу ее сейчас другим цветом покрасить, чтобы ее было хорошо видно. То есть более технологичный, более профессиональный подход. И побольше возможностей, скажем так. Что у нас там должно быть? 2 сантиметра. Здесь, скажем, будет 0,5. Здесь подписать, здесь подписать. Можно тыкнуть стрелочкой. Ну, например, вот так, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайте. Заполняйте все необходимые детали, которые вам нужны. Если вы видели, то у меня можно скачать документ, где есть дополнительные рамочки, в которых можно заполнить как раз там вес, какой материал, какая коллекция, какие цвета. Вот таким образом. Мы с вами нарисовали технический эскиз футболки в векторе. И вы теперь можете сравнить два процесса. Технический рисунок от руки и технический рисунок в векторе. И сравнить два результата. Еще будем с этим работать и разбираться. А пока, до скорых встреч. Пока-пока. И не забудьте сохранить файл.